Об инновационных технологических решениях для ритейловых банков мы общаемся с Денисом Салуном, региональным менеджером компании НТР. Как должен изменяться сейчас бизнес, особенно если мы говорим про ритейловые банки, что нового должно быть в их подходах к бизнесу и какие инновации вы можете предложить? Ну, нашей компании в этом году в ноябре месяце 130 лет исполняется. Мы всегда находились на пике, будем говорить так, точка контакта с клиентом. То бишь у нас основные два направления бизнеса – это в ритейле, непосредственно в супермаркетах, это кассовые аппараты, системы селф-чекаут и так называемые, системы самообслуживания. Ну и больше в Украине известны мы, конечно, по нашему финансовому направлению, это банкоматы и все, что связано с обслуживанием клиента в отделении. Если смотреть на те же магазины, на те же банкоматы, в основном это ключевые банки, занимают нишу обслуживания ритейла. Как маленький банк может войти на эту территорию и нужно ли ему входить? Общий тренд, общемировой тренд на сегодняшний день – банки борются взаимовстречными течениями, будем говорить. Это с одной стороны уменьшение, будем говорить, опексов, так называемых, то бишь операционных расходов на содержание сети или на создание сети. И, соответственно, второй тренд – это повышение эффективности существующих сетей. На вот этих двух взаимовстречных течениях мы и пытаемся сейчас создавать наши платформы, наши решения, которые позволяют банкам, как существующим банкам, сэкономить средства на содержание, в то же время повысить эффективность, окупаемость, то бишь работы сети. Второе, что касается маленьких банков, на сегодняшний день, да, маленькому банку очень сложно бороться уже с существующими, потому что ему нужно, а, создать клиентскую базу, б, привлечь чем-то клиента, ну, доказать его, так сказать, работу с отсутствующим. Поэтому на сегодняшний день все маленькие банки начинают более, будем говорить так, с более дешевых каналов, это мобильный интернет привлечение, будем говорить так, виртуальных клиентов. Но на сегодняшний день при всем развитии, мы будем показывать это на презентации, тренды, основные тренды в ритейле, как ни странно, банкоматный канал, то бишь банкомат сейчас как сам, как ящик, который выдает или принимает деньги, он никому не интересен. Банкомат в сегодняшний день можно назвать это канал доступа клиенту. То бишь, через этот канал можно сэкономить и в то же время может привлечь новых клиентов. Да, потому что он отличается от интернета и мобильного, то что там можно сделать те же операции, но с одним маленьким, но. Там все-таки можно положить наличные деньги, либо получить наличные деньги. И при всем том, сейчас на конференциях любят часто повторять, что там через 5 лет, через 3 года наличных денег станет меньше. Лично я в это не верю, потому что в таких даже развитых странах, как там, например, Германия, либо там, ну, Франция, может быть, меньше показательно. Скандинавия очень, очень, будем говорить, ушла в беззнальную часть. Но, например, Соединенные Штаты Америки до сих пор почему-то... Кэш есть кэш. Кэш есть кэш, да. Чем больше развивается прогресс технологий, появляется больше смартфонов, то есть бизнес уходит сюда. На сегодняшний день там та же Виза с Мастеркардом объявили о создании уже так называемой Виза, там, Виртуал Хост, да, вот. Но это мы говорим про развитые страны, скорее, чем про страны, Сергей, или у нас здесь технологии тоже дойдут? Как ни странно, наши страны бывают более, что ли, адаптированы к новым технологиям, потому что мы не проходили все этапы. На территории Соединенных Штатов до сих пор используют чеки, да. И я всегда говорил, что если взять нашего пенсионера и пенсионера американского, то тот пенсионер будет ходить и выписывать чеки до сих пор, и его не заставишь пользоваться там смартфоном, там, мобильным банкингом и так далее. Потому что у него уже есть привычка, выработанная десятилетиями, да. У наших людей этой привычки вообще нет. То есть мы можем вести речь вообще о вовлечении в бэнкинг, да, людей. Соответственно, когда ты, человек не знал вообще, что такое банк, им банк ему предлагает изначально какую-то технологию, говорит, вот это так, да. Соответственно, человек воспринимает ее как аз-из, да. Мы поняли тренд, но какие практические решения для улучшения эффективности? Это новые банкоматы, новые возможности оплаты? Это банкоматы, это будем говорить так, это программно-аппаратные комплексы. Они бывают мало похожи уже на классический банкомат, то бишь это, да, там присутствует экран, там присутствуют кэш-ин и кэш-аут диспенсеры, там присутствует пин-клавиатура, там присутствуют кардридеры. Но вот форм-фактор, он может изменяться как хочешь. То есть у нас на сегодняшний день есть, я покажу на презентации, совершенно новые машины, которые, будем говорить так, можно заказывать по принципу кухни, да, то бишь вы заказываете набор девайсов, которые вам нужны, вы заказываете форм-фактор, то бишь мебель, ну, мы назовем это мебель, да, и вы устанавливаете, вы уже проектируете свое отделение, не под, раньше, вы знаете, открывали, вот красиво здесь вот на Бессарабке есть уникредит, но красивое отделение и банкомат как бы выбивается, его нужно как-то прятать, декорировать и так далее. На сегодняшний день эта проблема уже решена, не надо ничего декорировать, наоборот, можно банкомат встроить органично в тот же формат отделения. Возвращаясь к тем же маленьким банкам, да, им нужно чем-то отличаться, да, им нужно чем-то отличаться, нужно что-то внедрять. Например, одна из последних технологий, которые мы внедряем, и, как это ни странно, при всей виртуализации, будем говорить, клиентского мира, да, клиента нужно каким-то образом все равно возвращать в отделение, чтобы, как говорится, банк видел лицо клиента, соответственно, точка контакта. Когда клиент находится где-то в клауде, ты его не видишь, ты не знаешь, как с ним коммуницировать, то бишь там можно посылать ему какие-то пуш-уведомления, имейлы и так далее, но ты не видишь его обратной реакции. Соответственно, мы придумали решение, называется оно Interactive Teller, то бишь интерактивный кассир, где человек подходит к экрану банкомата, и, например, в режиме Cell Server ему сложно какие-то операции делать, но там появляется живой оператор, то есть видеосеанс, он рассказывает, там есть идентификатор личности, то есть можно обслужиться, когда ты вообще не клиент банка, а, например, там предъявив паспорт, либо любой идентифити, да, там есть полоса для подписи, для идентификации, можно, ну, в зависимости от законодательства, доосносить девайс биометрическими параметрами идентификации личности. Соответственно, это дает возможность банку А, не нужно открывать сейчас большие отделения, которые стоят дорого, и содержать их тоже дорого. Б, это можно развернуть отделение вот, хоть здесь, да, забрендировав аппарат и, в принципе, давать услуги уже, и, будем говорить так, выдвигать свой фронт на любое расстояние, при этом экономив на персонале, потому что операторы, один оператор может обслуживать до 8 девайсов. Соответственно, получается эффективное использование уже, будем говорить, это не банкомат, это интерактивный все-таки кассир, то есть эффективное использование, вот это вот тонкая связка между вложением в IT, да, и эффективностью. Ведь, когда мы говорим, ну, ко мне банки приходят и говорят, ой, у тебя так очень дорого все, я говорю, мы не говорим дорого, либо дешево, мы говорим эффективно, либо неэффективно. Соответственно, можно вложить 10 долларов и не заработать ничего, это будет дорого, а можно вложить 1000 долларов и заработать 10 тысяч долларов. Это будет хорошо, в любом случае. Что стоит делать банкам для того, чтобы не терять долю на рынке и привлекать новых клиентов, мы общались с Денисом Солуном, региональным менеджером компании NCR. Спасибо за ваше внимание, с вами был Евгений Бенцев, специально для Dukascopy TV из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!